дорогие друзья привет морковка какая у меня запеченная сегодня буду делать знаете такой экспериментальный вариант в общем я решил помаленьку передвигаться к производству колбас кто значит следит те в курсе что я прошлым летом был петербурге у петра пахомова колбасника на курсе посмотрел послушал как делаются колбасы мне стало интересно потому что мне кажется каждый человек должен уметь делать ну или хотя бы понимать как они делаются я не могу себя отнести к энциклопедическим профессионалам колбасного дела но вы знаете мне эта штука понравилась я тут сгонял магаз купил всевозможные вещи такие как вот нитритная соль вот тут написано 0,6 процента в одном килограмме а мы используем классическую формулу от 14 до 16 граммов соли на 1 килограмм мяса у меня здесь курицы вернее куриного бедра килограмм 300 граммов я сюда добавил исходя из этого на калькуляторе посчитал сколько будет количество соли но я добавлял сюда из расчета 15 граммов куриное бедро знаете когда в меру посоленная тогда но вкуснее то есть грудка более нежная если мы там делаем сосиски со сливочками то можно и добавить например 14 а то и 13 некоторые колбасники добавляют 12 процентов но тогда сокращается количество жизненного цикла количество дней в общем смотрите без нитритки никаким образом не обойтись иначе ваша колбаса будет хранится либо в морозилке либо срок ее годности будет равняться двум суткам потому что колбаса проходит термообработку меньше 100 градусов тогда нет никакого бульона жирового отека и весь сок внутри чаще всего мы видим как люди или вы сами покупаете купаты с пузырьками воздуха внутри не стабилизированная масса берете их потом жжете их на костре говорите вы видели какие классные сочные колбаски и так раз какой-нибудь иголку туда или вилку фонтан сочные колбаски нужно приговаривать были все что там у нас обжаривается на сковороде мы помним и мой папа делал такие вещи типа называется домашняя запеченная колбаса там конечно же влаги никакой вообще нету вообще влаги нету но зато там большое количество кусочков жира которые нам и дают вот этот вот такой как бы правильно сказать ощущение что колбаса сочная нет лошадь и провокация нету сока там никакого вообще и быть не может нитритная соль просаливание нитритной солью это гарантия того что у нас в нашем мясном продукте в колбасе не образуется батулизм стафилококк и сальмонелла это гарантия значит вы можете в это верить не верить наверняка будет масса комментариев со своим мнением пишите я с удовольствием выслушаю я учился у знающего человека и я ему верю потому что он этим занимается много-много-много лет если вдруг где-то я что-то вырвал из контекста вы меня поправлять но нитритная соль содержится в килограмме мясо да вот получается нитрит натрия это если значит 10 граммов это 0,06 накид и получается да мы получаем 6 сотых грамма это такая мизер например если вы погуглите посмотрите то свекла даже если она растет у вас в огороде вы ее не подкармливаете никакими добавками содержит небольшое количество нитрита натрия но как только свекла пролежала в подвале или на овощехранилище всю зиму и вы там к марту месяцу ее покупаете в магазине попробуйте ну померите нитрита натрия в килограмме свеклы пролежавшей зиму больше чем в килограмме колбасы что я сделал это у меня запеченная морковка которую запекал в фольге с лавровым листом солью влага из нее ушла на такая скукожилась но я ее буду использовать как рисунок внутренний у меня здесь есть куриное бедро я без всяких там смущение взял бедро засолил значит нитритной солью и она у меня простояла двое суток ровно я мешал и так далее мешал 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 ты решил что на первом этапе дабы сильно не морочится я сделаю мясной хлеб вот у меня форма для него то есть колбаса без оболочки я потренируюсь я всего лишь тренируюсь сейчас но у меня есть что у меня есть смесь приправ для докторской колбасы прикиньте нашел в колбасном магазине вот здесь у меня печень я нарезал кусочками я тоже вмешаю фарш для того чтобы но попытка сделать красивый срез курица смотрите нитрит натрия является фиксатором окраски мясо становится таким ярким сверху чуть заветривается но вы знаете вот при перемешивании вообще никаких проблем не возникает она потом опять остается ловите снизу какой красивый цвет я небольшими кусочками какими попало нарезаю курицу прям быстро чтобы курица сильно не нагревалась потому что рекомендуемая температура фарша которую вы набиваете в кишку или формируете хлеб рекомендуемая от 12 до 16 градусов цельсия 16 градусов это верхний край и перед тем как перемалывать кутерировать или резать мясо вообще можно знаете как сделать уже нарезать его и отправить в холодос или даже в морозилку и уже потом формировать так сказать фарш но не из замороженного мяса и охлаждать его морозилки быстрее охлаждается бедро во первых я люблю бедро и не люблю грудку я ее практически нигде не использую жирок у меня здесь есть я этого не боюсь потому что во первых хорошо было бы наверное добавить свиного шпика как делают на фабриках но я подумал что даст бог выкинем вкус и мягкость и сочность самим бедром но то есть без добавления шпика а если бы вы добавляли шпик то конечно рекомендуется всегда добавлять спинной спинное сало хребтовый жир называется спинное сало как ляпнул голове тоже надо вы думаете так просто блин резать помните рецепт следить за солью перцем чесноком рассказывать что-либо вам и все вместе это в одной голове конечно могу делать ошибки поэтому сильно строго не судите хребтовый жир мелким кусочком вы нарезаете промываете кипяточком для того чтобы он у вас потом при нарезке не выпадал из колбасы или из мясного хлеба и соответственно уже пакуете все это вместе конечно при стабилизации там при нагреве жирок отдает свой с воду свою сочность жировую и так далее ну по тому подобное и также можно использовать ну наверное куриный жир но куриный жир видите такой термостабильный он потом не вы пробовали как-нибудь вытапливать потом не застывает нифига вот я надеюсь что те жиры вы клеточки которые есть у меня их будет достаточно все если температура фарша будет выше 16 градусов то произойдет так называемый бульон и жировой отек то есть отдаст и жир и отдаст влагу этого не должно произойти ошибочно многие думают что влагу удерживают с помощью фосфата да такая опция есть но чаще всего чаще всего добросовестные колбасники делают что используют фосфат и небольшой совершенно небольшое его количество при производстве кутерных колбас так называемый докторская колбаса да там же ведь фарша нету там все это в кутере в воду превращают и потом конечно этому всему как-то нужно держаться так вот фосфат растворяют в водичке как порошочек иначе он будет потом крупинками и потом эту водичку вводят в мясную смесь она там и распределяется все все это тщательно перемешивают и потом забивают потом она отвисает какое-то время затем ее отправляют на стабилизацию на отогрев и на уже на прогревание хорошенечко нужно вымесить мясо для того чтобы у нас выделился белок который являться будет клеем для каждого кусочка специи я не добавляю пока почему потому что их рекомендуется добавлять только уже перед самой набивкой иначе есть шанс бульона жирового отека если будет мариноваться со специями блин у меня баночка вообще как буду как папай морячок видели предплечье помните мультфильм такой был папай морячок который ел шпинат и у него он становился сильный вы же помните эту историю кто вдруг учился на каких-нибудь рекламных менеджерских курсах помнят наверняка преподавали рассказывали что это чистый маркетинг когда один из производителей купил большое количество консервированного шпината он понял что людям шпинат в америке не нужен ну то есть они как бы о нем вообще ничего не знают ну чё такое шпинат и он обратился к одному рекламного агентства которому заплатил денег и говорит мне нужно этот шпинат продать 100 тысяч тонн и рекламное агентство придумала мультфильм мультфильм смотрят дети а вместе с детьми смотрят родители и вот эта идея что если ты ешь шпинат становишься сильным и ты всех победю я всех победю вот она проникает в мозг не только к детям но и к родителям которые смотрят вместе с детьми мультики это была гениальная маркетинговая история которая позволила продать весь этот шпинат так и тут теперь у меня здесь килограмм 300 мяса и мне хорошо было бы сюда добавить сюда добавить чуть больше вот этот вот пакетик рассчитан на 1 килограмм мяса но так как у меня тут чистые эксперименты я вообще издеваюсь можно сказать над куриными бедрами то я его высыплю 5 граммов всего 5 граммов тут что у нас перцы кардамон мускатный орех глюкоза вот точно точно докторская колбаса вот это класс но все что ли а так все я думал там половина пакета все теперь быстренько размешиваем я сюда добавляю печень она мне на салфеточки печень я не засаливал ничего я уверен что нитритки которая есть в мясе достаточно будет для того чтобы просолить и печень перемешиваю печень с фаршем надо было ее использовать с фаршем из грудки да он посветленным ветчина получится в любом случае главное верить в это все ну-ка папа ну конечно здесь тут смотри качу 17 17 градусов я мою я на градус уже как бы отстаю так теперь сюда все укладываю все плотно нужно набивать так слой морковку морковку сюда все так придавливаем чтобы по краям ничего не торчало где морковочка в серединку и укладываем да потом следующий уровень запах потрясающий уже можно есть прям так и все остальное сверху эти жира тут достаточно блин от бедра все блестит аж до докторской колбасой пахнет еще учитывая что нитритка даст ветчинный вкус будет просто бомба вот я счета делаю первый раз но мы же это все делали на курсе и это было конечно очень безудержно прикольно теперь я пока не втыкаю термометр в мясо я даю ему возможность прогреться потому что пока что он еще но даже если 17 градусов он все равно еще холодный значит стоит термометр я оставлю примерно градусов на 65 и слежу чтобы у меня а давайте вот так вот сделаем беру камень вовсе отсюда там накапливать тепло не дает нормально прогреваться процессу температуру мне примерно при 50 градусах я учат 65 ставлю здесь мой мясной хлеб он начинает согреваться корочка будет подветриваться температура медленно медленно проходит внутрь но через минут 30-40 когда он уже чуть-чуть нагреется я увижу что пленка сверху схватилась мясо как бы раз покрывается такой знаете подветренной такой пленочкой тогда пора вставлять термометр и каждые 15 минут на 10 градусов нужно увеличивать и поглядывать температура должна быть внутри хлеба в итоге 74 градуса это можно достигнуть двумя способами первый способ это зафигачить 230 дождаться на быстро прогреется клетки воды начнут закипать и сверху все начнут лопаться потому что куски начнут разрываться колбасный же метод это когда мы медленно на 10 градусов поднимаем потом на 10 градусов потом на 10 градусов на 10 градусов и если мы хотим 74 градусов достичь внутри у нас максимальная планка должна быть 84 градуса то есть температура проводимости воздуха должна быть на 10 градусов выше чем температура которую мы пытаемся достичь внутри куска и вот при 84 градусах ну там при 85 хорошо мы должны удерживать эту температуру мы ждем когда она медленно прогреет кусок и до греет до 74 и тогда термометр пи 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 прочит мы его не вытаскиваем мы вытаскиваем вместе с термометром кусок мяса и начинаем его остужать при комнатной температуре ни в коем случае не в холодильнике потому что происходит от сыревания не дай бог что-то еще не то все нитритка нам не дает возможности размножаться бактериям всевозможным вредоносным и все и у нас она получается стабилизируется белок прилипает друг другу при низкой температуре и я надеюсь что так должно быть я видел как это делал профессионал получится у нас как раз кусок колбасы только без оболочки из куриного бедра плотный такой ветчинного типа ждем я около часа тут в общем пытался с термометром работать видите здесь у меня 60 градусов внутри и около часа туда сюда сюда туда температуру менял потому что у меня нет в идеале конечно если у вас цифровая настройка температуры это будет вообще бомба у меня произошла под сушка нагрев видите кусочки начинают прилипать к друг другу и поменялся цвет несмотря на то что я не добавлял жира тут блин хватает этого жира вообще и все это помаленьку конечно у меня отекает но видите первый экспериментальный образец сама форма теплая не горячая видите руками держу спокойно вот по прошествии часа термометр у меня где-то будет вот тут в серединке я хочу его воткнуть так чтобы он где-то был вот тут да что он показывает мне внутри 38 градусов до 74 еще прям пилить и пилить поэтому я ставлю его обратно сейчас у меня там 60 чуть меньше 60 градусов термометр выношу за пределы доступности финальная сумма 74 градуса сейчас там 38 я надеюсь что вот увеличивая по чуть-чуть по чуть-чуть по чуть-чуть я примерно около часа догоню до 74 вот но я в этом верю потому что если я верить не буду кто в меня еще будет 74 градуса температура внутри нашего хлеба достигнута пора его вынимать внутри температура 85 где-то около 90 градусов я уже издалека вижу что видимо что-то я сделал не так потому что несмотря на то что верхушка красивая по бокам я вижу бульон на жировой отек это фиаско братан да сильный причем отек но внутри 74 градуса и так на что делать сейчас он должен остыть ну конечно весь твердый все схватилось когда остынет полностью стабилизируется вообще будет потом нарезаешь так тоненьким тут где-то что-то это бульон прозрачный перегрел видимо я а может позвоним учителю петру пахомову давай мне интересно просто что я сделал не так что привело к бульона жировому отеку так телефон закрою сейчас вот так вот петр пахомов колбасник питер человеку который учился сейчас у нас весь расклад даст чтобы я больше не повторял таких ошибок привет я не ожидал что что ты ответишь на куся вы куся колбаски я за консультация звоню консультационный центр вот я начал помаленечку двигаться в сторону колбасок и всевозможных мясных деликатесов и значит сегодня вот экспериментирую с таким с такой штукой как к мясной хлеб но так как у меня мясорубки не было я значит покрошил мелкая курицу которую куриное бедро которое я просаливал в нитритной соли двое суток мешал ее там и так далее порубил ее не в котлетный фарш знаешь крупными такими кусочками довольно больше фаланги наверное пальцы там или полтора на 2 на 2 сантиметра нам все это месил 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 добавил туда потом значит специи для докторской колбасы переместил потом нарезал печень добавил туда аккуратно перемешал и внедрил все это форму в металлическую проложил морковью еще слоями печеной печеной морковью потом это все запрессовал и поставил духовочку духовка у меня кривая я внутрь поставил тем нету конвекции и я ее и какой-то у меня там этот самый такой знаешь термометр вроде на 65 ставишь а внутренний термометр я еще внутрь поставил термометр чтобы видеть внутреннюю температуру он раз 80 я его при открытой дверце 50 кое-как удержал для того чтобы он попытался мне прогреться верхушка так знаешь за румя не зарумянилась а заветрилась такая красивая стала вроде все шло по плану я ее где-то час продержал и воткнул термометр стал увеличивать температуру закрыл термометр повесил он помаленечку набирает и где-то на 60 до на каком 60 55 градусов внутренней температуры я смотрю что у меня бульона жировой отек начался как мы знаем в общем то все мясо которое у нас на сегодняшний день поступает на рынок одно с пороком это забой со стрессом мясо становится дряплое эксцитативное и не удерживает влагу у него пониженный пиаш и вот этот самый пиаш повышается именно фосфатом от 5 граммов на килограмм соответственно раз ты не добавил фосфат и плюс у тебя еще произошли такие скачки температуры а начинать надо было греть 60 градусов медленно поднимая по 10 градусов температуру даем где-то в 15 минут ну вот в общем то и получился бульон и жировой отек я с 50 начинал но видишь и наверное фосфат да повлиял на все скорее всего фосфат потому что 90 процентов ну минимум на рынке мясо присутствующее но с пороком псе от этого никуда не деться но фосфат штука не страшная мы каждый день его пардонте суем в рот в виде зубной паской пока еще никто не умеет почему-то все люди которые слышат нитритная соль фосфат вдруг падают в обморок и отвечают за химия а трехлор который вы употребляете каждый день в любых продуктах это тоже химия но это обычная поваренная соль я еще аж 2 ло каждый день пью лоо тоже химия да так чё но в общем бульона этот оставляю из формы не достаю ставлю остывать и потом в общем-то да можно этот бульон аккуратненько слить чтобы он зажирирует куриное мясо достаточно богато коллагеном бедро да с утра да это будет не вытащить поэтому бульон можно аккуратненько слить оставить форме стабилизируется когда все в общем то может быть и неплохой результат на самом деле бедро такое мясо упругое плотно слушай так а я почему-то думал что фосфаты используются только в докторских ну я имею в куторных массах нет везде да все ясно делать колбасу можно без фосфата но к сожалению сомневаюсь что ты сам выросил курочку забил ее вот так вот ну слава богу у меня 74 градуса внутри достиг по для куриного бедра оптимальная температура выше она не поднимается соответственно я надеюсь что хотя бы белок у меня там правильно супер ой разъяснил низкий поклон добрый человек все я прощаюсь я думаю что жму руку крепко ну что ж дорогие друзья вот и все ответы мы получили мой косяк с фосфатом у меня он есть но я говорю вот почему-то я где-то пропустил значит пятерки мне не видать пока что видимо я сам себе ставлю четверку все сделал вроде в так же но про фосфат забыл вот пожалуйте бульон и жировой отек вынимать вот эту пока нельзя пока чуть-чуть не остынет а хотя чем у нас же уже произошел бульон и жировой отек что-то не получится ну и дырка будет я солью жидкость чтобы там ничего нигде не жили ровалась друг на всякий случай до утра ждать конечно же я не буду сейчас немного остынет я разрежу покажу что внутри получилось как же жалко что это все должно было быть внутри но в общем что не если не считать того что я расстроен упустил такой момент самый важный значит давайте его резанем я его не стал сильно застужать вот так он будет выглядеть у нас вот смотрите вот с боков вот снизу печеночка немножко ушла до значит нитритка цвет удержала хороший вот так выглядит сверху как же он выглядит изнутри все все покажу и так начало зачет зачет петр колбасник сказал что может быть и ничего страшного что у нас такой бульон и жировой отек если бы она была в оболочке конечно было бы вообще жесть ну а так что все отлили а внутренности просто шикарная просто шикарная морковка печень разные части бедра смотрите какой глянец прям ну и в общем то вот здесь вот везде еще и сок подтекает вот если нажимать то смотрите здесь все блестит и течет может быть и вправду не так все и плохо у меня даже немножко в конце этого ролика поднялось настроение а я уж было бы вообще расстроился думаю что же вот такие повара какие руки из откуда как у осьминога совершенно верно ну а что ж будем пробовать непонятно что это курица если бы я не знал я в конечно мне так закрыли глаза дали попробую это что-то с чем-то вкус докторской колбасы прослеживается отдаленно правда по текстуре вот как магазинная реально ну и печень печень немножко мешает на для рисунка может она и хороша для вкуса вот здесь и морковка принципе мешает и печень мешает попробовал вы посмотрели хотя бы на мои ошибки и подучились всем пока